Здравствуйте, друзья! Я вас повествую на канале OpenWeb, и это видео будет не про веб-разработку, а про тему «Лядом влежащие». Нам, как веб-разработчикам, веб-мастерам, нужно данные где-то хранить, и иногда их даже переносить с одного устройства на другое устройство. Широкую на широкую! Принейте вот так, до права! Ебни его чем-нибудь, там он бутылка. И здесь возникает у нас головная боль, так как все эти устройства могут быть потеряны, похищены, и наша любимая информация может попасть не тому, кому надо. А значит, нам надо как-то наши данные шифровать. Сейчас на рынке куча у нас поганных обеспечений для шифрования, но мы за счетки любителей нормальной эпизоды системы, мы будем использовать нативные средства, которые входят в большинство дистрибутивов. Я буду делать на примере простой флешки, мы сейчас ее вставим в компьютер и посмотрим. Так, видно, что у меня флешка подключилась, но мы посмотрим, по какому пути. Для этого используем команду LS, BLK. Вот все мои устройства, вот она флешечка на 3,8 гигабайта. Ну, она на 4 гигабайта, просто 200 гигабайта файл всем занимает. С вашего позволения я сразу буду писать басскрипт, потому что я довольно ленивая задница, чтобы запоминать, как работать с всеми утилитами мира. Бин басскрипт. И для шифрования я буду использовать лептер крипто-сетап. Крипто-сетап. И первым атрибутом я буду форматировать нашу флешку. Дальше мы можем либо указывать, либо оставить все дело по умолчанию, атрибуты для шифрования. Например, ключ S нам позволяет выбрать стойкость шифрования. Я выберу, например, 512 байтов. Потом ключ S позволяет нам выбрать тип шифрования. А дальше мы зададим атрибут 1. Это то, что будет следующим атрибутом, к которому я буду обращаться к нашему скрипту. То, что я сюда буду передавать просто тот путь девайса, где он находится, чтобы меня зашифровать. Ну, конечно, учитывая, что если вы все-таки решили форматировать флешку, либо другое устройство, с него надо бы снять информацию, которую вы не хотите потерять. Мы вот форматируем и заходим в нас контейнер, который мы только что создали. Crypto.plug.open. Разумеется, у нас атрибут. И, например, назовем его. Теперь нам внутри нужно создать файл-систему. Файл-систему соответствует командой mkfs. trt. И выбираем файл-систему. Допустим, будут и x4. Атрибуты m. Мы позволяем выбрать количество зарезервированной памяти для суперпозителя. Это либо от 1 до 5%. Пусть будет 1%. Больше ему не нужно. И выбираем нашу сторону. Дальше мы указываем тот путь, куда он будет у нас подмонтирован. Storage. Теперь мы спокойно можем выйти из нашего контейнера. Ваг. Клоус. Дев. Маппер. Storage. Делаем сравнить-выйти. Теперь накидываем права доступа. ChangeMode. 7.5.5 на CryptoDevice .sh Запускаем нас в CryptoDevice.sh и указываем dev.sdc Там, где у нас сейчас, собственно, флешка. Не забываем делать с помощью все-таки суперпользователя. Потому что скрипт-сетап доступен только с помощью рта. Сюда. Так, что-то у нас пошло не так. Да-да-да, конечно, я перепутал название команды. Поэтому я люблю делать бас-скрипты, потому что, ну, такие вещи, они очень часто забываются. Очистим консольку. И он нас спрашивает, хотим ли мы отформатировать. Большими буквами мы говорим yes, хотим. Вводим пароль в шифрование. Пароль должен быть большой, стойкий, с большими буквами, с маленькими, с цифрами, синовыми и так далее. Чтобы его просто нельзя было набрутить. Так, что-то у нас пошло не так. Да, я опять опечатался. Крипт-сетап. Все раз. Yes. Вводим пароль. Вводим пароль. Выходим. Чистимся. Выпускаем. Yes. Вводим пароль. Вводим пароль. Теперь у нас флеска нас зацифрована. Можно ее втыкать и наносить туда нужную нам информацию. Мы ее втыкнули и сразу нам просят ввести к ней пароль. Все. Теперь появился значок, то у нас флешка стала открыта. Теперь вся информация, которая будет попадать на это устройство, она будет зацифрована. И чтобы его открыть, нам нужно будет ввести пароль к этому устройству. Я надеюсь, это видео для вас было полезно. Отдельно спасибо людям, которые поддерживают этот канал. Особо вот за такую-то сумму. Я был вам приятно удивлен. А так, как всегда, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. И всем число. Субтитры сделал DimaTorzok